приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том как нельзя отдавать старые вещи если они вам не нужны как правильно от них избавляться чтобы не привлекать беды неприятностей и проблемы в свою жизнь друзья очень важная информация которую мы рекомендуем вам просмотреть от начала до конца а прямо сейчас поставьте лайк этому видео нам будет очень приятно знаете все вещи людей без исключения имеет с ними энергетическую связь а также напитываются энергиями своего владельца поэтому очень важно знать как правильно избавляться от вещей кому их можно отдавать как правильно это делать почему не стоит позволять кому-то брать свои вещи без спроса и почему не стоит брать вам чита вещи вообще вы знаете вещь способна передавать энергии своего владельца эмоции события которые в ней были пережиты так например можно заметить что человек пессимист у него берут вещь пусть даже на некоторое время тот тот человек который никогда не грустит он постоянно верит во все наилучшее и когда вещь пессимиста попадает в руки к такому человеку он перестает радоваться каждому новому этапу в своей жизни верить в то что у него все лучшее впереди за время того пока данный человек будет соприкасаться с этой вещью он сойдет со своего выбранного пути если его биополе от всего того что начнет с ним происходит еще и ослабнен он не сможет даже при том что вещь пропадет из его жизни вернуться на ту дорогу которой он шел если вашу вещь возьмет тот кто завидует вам тон с помощью негативных энергий не только заберет у вас то что ему нужно но и перекроет доступ светлых энергий к вам из-за чего в вашей жизни произойдет энергетический застой и все за что вы будете браться будет заканчиваться неудачами провалом если же возьмет тот кто желает разрушить вашу жизнь то с помощью вещи нашлет на вас порчу а вы используя данную вещь в своей жизни в дальнейшем примите эту порчу из-за чего она быстро начнет на вас действовать и желанный результат данного человека будет достигнут а ваша жизнь будет разрушена не стоит и вам брать вещи даже если это ваша сестра или данного человека вы считаете близким другом для этого нет есть несколько причин первое это то что у каждого человека свое биополе если у кого-то из вас более сильная биополе тона поглотить 2 и биополе от данного человека будет использоваться в виде энергетической батарейки подпитывая биополе более сильного человека в нужные для него моменты из-за этого биополя второго человека будет находиться без надлежащей энергетической защиты а второе что то что порой мы даже не знаем что же на самом деле происходит в душе или в жизни даже близкого человека и вместе с вещью можем забрать его проблемы переживания и нехорошей энергии в свою жизнь а ему взамен отдадим свои сильные и нужные для благополучной жизни энергии ну а третье если данный человек без пары а у вас она имеется то и вас начнет преследовать одиночество из-за чего возникнут проблемы в отношениях ссоры недопонимания а может быть все гораздо сложнее и закончится разводом нужно быть осторожными и с одеждой в которой пережиты неприятные события трудные ситуации так как все это будет возвращаться в жизнь данного человека притягивая к нему негативные энергии и неприятные события постоянно поэтому стоит избавляться от таких вещей без сожаления все вещи даже новые которые попадают ваш дом должны быть очищены на энергетическом уровне ведь магазине к ним прикасаются всякие люди энергетику и судьбу которых отследить просто невозможно а вещь накапливает себе все энергии и когда это все соприкоснется с вашим энергетическим полем то может оказать на него негативное влияние а если к этой вещи прикасался человек у которого сильные жизненные проблемы то это способно полностью разрушить жизнь данного человека принеся новую вещь в дом возьмите три восковые свечи склейте их между собой затем пройдите по периметру данной вещи при этом трижды скажите следующие слова энергетика данной вещи от всего очищена она мне проблемы не принесет счастьем и изобилием жизнь мою наполнит от всего плохого защитит когда закончите установите возле вещи свечи чтобы они полностью догорели затем агарки выбросите и вещь немножечко подержите на свежем воздухе чтобы она привлекла сильные энергии которые будут помогать вам когда вы будете ее надевать энергетически опасными являются вещи которые покупаются в секонд-хенде так как такие вещи когда-то кому-то принадлежали а вот узнать историю жизни данного человека просто невозможно порой в такие места вещи попадают из нехороших энергетических мест ну например из разорившихся магазинов соответственно с появлением такой вещи у того кто ее приобретет еще может больше ухудшится финансовое положение может на может перейти даже за черту бедности может быть и такое что вещи отдали люди умершего родственника так как не знали куда их деть могут быть вещи из разрушительной энергии так как человек носивший их был злой недоброжелательный поэтому когда вещи из какой-то такой категории попадает в общее количество вещей они все равно продолжают напитывать данными энергиями и остальные вещи а те кто их приобретут способны принести в свой дом серьезные проблемы порой даже беды которые способны будут разрушить их жизнь такие вещи должны быть обязательно очищены с помощью сильного старинного ритуала лет вам нужно использовать будет солнечную воду и так наберите проточную водичку киньте в нее три щепоточки мелкой соли и разместите так чтобы солнечные лучи попадали на нее при этом трижды скажите такие слова соль солнечной энергии притяни солнце ними поделись мне сильная энергетическая помощь нужна без которой не справлюсь одна так вода должна находиться на протяжении трех часов после чего на три минуты их в ней замочите а уж затем отправьте их в стирку так как делаете это вы обычно после проделана вам ни о чем не нужно будет переживать так как вы уберете даже очень сильный негатив но вообще находясь в магазинах с вещами которые были в употреблении в использовании обращайте обязательно внимание на свое внутреннее ощущение на то что подсказывает ваша интуиция если взяв какую-то вещь в руки вы чувствуете что вам очень хочется вернуть ее на место более к ней не прикасаться это означает что она наполнена нехорошими энергиями вы на энергетическом уровне это ощутили и чтобы определить мертвую энергию прикасайтесь к вещам левой рукой если в такой момент у вас по телу прошла дрожь или возможно вы почувствовали холод таки знаете что эту вещь и те которые возле он находится не стоит брать иначе могут возникнуть вашей жизни непоправимые ситуации если вы берете вещь а у вас начинает болеть голова это означает что тот кто носил данную вещь совершил нехороший поступок в ней это может быть измена предательство и так далее поэтому такую вещь также не стоит приобретать ведь вместе с ней это придет к вам если видите на вещи какие-то незначительные повреждения дырочки отсутствия строчки дефекты никогда не берите такую вещь так как она ничего хорошего не привлечет вашу жизнь только затянувшийся неприятный жизненный этап от которого будет не просто избавиться ничего нового и прекрасного в свою жизнь ждать не придется нужно от своих таких вещей избавляться и не накапливать их не то что чуть не то что чужие приобретать в таком состоянии даже если вы находитесь секонд-хенде выбирайте вещи которые будут иметь привлекательное состояние с этикетками лейбами такие век вещи легче очистить и вы точно будете знать что в страшной жизненной истории они не принимали участие если вы решаете избавиться от одежды вам нужно прерывать с ней связь самым простым способом является способ сжечь ее тогда не стоит переживать о том что она находясь в каком-то месте с неблагоприятная энергетика или попав кому-то в руки вам будут ее передавать и тем самым влиять на ваше энергетическое поле когда будете сжигать старую одежду подумайте о том что когда вы избавитесь от нее какое-то разнообразие придет и вашу жизнь чем вас очень порадует и перед вами будут открыты новые возможности перспективы что вы сможете покорить вершины которые ранее были для вас закрыты это все обязательно притянется вашу жизнь если же вы решили что желаете ее кому-то отдать нужно быть уверенными в том что это что вы не будете обижать данного человека вы можете считать это хорошим поступком но человек который возьмет у вас такую одежду может ощущать себя некомфортно это повлияет на его на самооценку но из-за такой энергетической нестабильности будет принимать неправильные решения что неблагоприятно скажется на его жизни он может далее даже начать идти не по своему жизненному пути который будет наполнен проблемами если данный человек слабый он может впасть в депрессию а ты же него пропадет желание что-либо вообще делать в таком случае вашу жизнь придет негативная энергия так как данный человек сам того не понимая будет обижен на вас и тем самым начнет отправлять вам негативные посылы которые привлекут вашу жизнь трудности вы не сможете приобретать новую одежду какой какие-либо вещи проблемы будут с деньгами и поэтому чтобы не обзавестись вот такими вот ненужными энергиями и событиями а также не привлечь их в жизни тому кому вы решили отдать свою одежду обязательно обговорите этот вопрос и объясните этому человеку что вы не обидитесь что вы просто хотели помочь но если такое ему не нужно то вы не будете навязывать предложите тоже ему выбрать то что нравится остальное отдайте другому человеку поступки поступив таким же образом если останется то что более никому не нужно также сожгите эти вещи при тем как отдавать вещи хорошо их вы стирайте когда будете это делать проговорите такие слова эти вещи стираю от энергетики очищаю больше они не мои пусть помощь придут к тому кто в них нуждаются будут ему служить помогать энергией хорошие окружать затем когда постираете подожгите лавровый лист хорошенько окурите ним данные вещи и при этом проговаривайте такие слова эти вещи без жалости отдаю их впредь не привлекаю биополе свое от их воздействия очищаю и обязательно давайте вещи правой рукой старайтесь к ним прикасаться как можно меньше тому кому вы отдаете пусть возьмет их левой рукой они в таком случае быстро обретут с данным человеком связь и будут ему помогать часто бывает такое что более богатый человек отдает свои вещи тому кто его беднее и тем самым помогает ему изменить дальнейшую дорогу в жизни такой человек на ход хорошую работу денежная энергия начинает к нему поступать в нужном количестве из-за чего он может впредь покупать все то что ему хочется и чтобы не утратить такое везение когда жизнь того кому помогли полностью изменилась нужно данному человеку сделать такой же чистосердечный поступок по отношению к тому кто встретиться на его пути а тот кто будет беднее к и кому прислушиваясь к интуиции он захочет помочь если вы отдаете свои вещи и желаете сделать так чтобы тот кому вы их отдаете значительно улучшил свое финансовое положение положите данному человеку монету большого номинала в левый карман и отдайте вещи на растущую луну но не забывайте о том что такое действие нужно делать только от чистого сердца иначе нужного результата просто не будет если вы все сделаете искренне то вселенная увидит это и денежная энергия а также что-то новое и интересное обязательно придет вашу жизнь в самом ближайшем времени только если вы ничего не ждете к вам это приходит только искренние поступки будут вознаграждены и по-другому никак а если вы просто жертвуете ненужную одежду и считаете что за это у вас будет что-то хорошее то вы ошибаетесь и такими мыслями притянете к себе только ненужные энергии не стоит никогда настаивать на том чтобы у вас забрали старую одежду так как такое действие тоже кроме негатива ничем не наполнит вашу жизнь никогда не предлагайте старые вещи родственникам которые побоятся их не взять чтобы вас чтобы вас обидеть так как таким действием вы не только людей поставите в неловкое положение но в свою жизнь притянете ненужные энергии а с ними денежные потери так как этот поступок не только некрасив так как таким образом вы избавляетесь от вещей которые вам не нужны вы показываете что вы настолько жадные что не готовы их выкинуть или сжечь поэтому вешаете это решение на те кому вы их отдаете а данные люди потом разбирая пакеты будут испытывать негатив и притягивать такие же энергии как себе так и к вам если вы видите что кому-то из ваших родных нужна помощь и вы можете это себе позволить купите пусть несколько но новых вещей таким действием вы притянете хорошие энергии как к ним так и к себе они будут рады а вы получите посылы благодарности вещи которые нас окружают способны как улучшить так и ухудшить уровень нашей жизни поэтому если вы чувствуете что что-то с вещами не так и вы считаете что не стоит делать не делайте если вам что-то предлагает и вы к этому не готовы не берите такие вещи подумайте о том что стоит изменить для того чтобы иметь возможность покупать то что вам нужно и ни от кого не зависеть совершайте добрые поступки от души получайте то что будет вам давать вселенная видя что вы положительные добрый душой человек который готов делиться а значит вы заслуживаете лучшей жизни чем та которая у вас есть используйте знания которые передались нам от наших предков обращайтесь со своими вещами правильно придерживайтесь того что ваши вещи только ваши и контактировать должны с вами если берете чужие думайте у кого вы берете покупая вещи в секонд-хенде правильно их очищайте все про просто главное не спешить и да нужно потратить немножечко времени сначала чтобы все изменить а затем чтобы все правильно сделать но зато жалеть ни о чем вам не придется желаем вам успехи и возможность иметь в своей жизни все то что вы пожелаете и хотите девочки и мальчики понравилось это видео обязательно поставьте лайк этому видео это самая лучшая благодарность от вас с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео будет полезно и интересно но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше там очень много будет полезной важной и нужной для вас информации всех вам благ услышимся с вами уже в следующем видео